Привет, друзья! С вами Елена Викторовна. В интернете меня зовут Елена Вогния, ведущая канала OK English. Здесь на YouTube, где мы с вами изучаем английскую грамматику среднего уровня и разбираем её юнит за юнитом по одной из лучших английских грамматик English Grammar in Use, которая недавно отпраздновала своё 30-летие. Представляете, 30 лет издают эту грамматику. Мне кажется, это просто удивительный показатель для учебника, который практически не менялся с тех пор, как появился на свет. Сегодня у нас на повестке дня юнит 60, и мы с вами поговорим об очень важной теме. Когда же нужен герундий в английском языке, причём после каких предлогов он нужен. Друзья мои, есть несколько устойчивых выражений, связанных с предлогами, когда мы должны использовать герундий. Герундий – это глагол с окончанием "-нь", который у нас обозначает действие, но не привязан к какому-либо времени. Если у вас в английском языке используется предлог in, for, about и ещё ряд предлогов, и после них стоит глагол по вашей структуре, то этот глагол мы используем с окончанием "-нь", то есть герундий. Например, Если вы хотите сказать не просто в чём, например, в искусстве, in art, а хотите сказать в какой деятельности вы заинтересованы, то вы должны дать глагол с окончанием "-нь". Можно также сказать Are you interested in learning? Вы заинтересованы в учёбе? Are you interested in having a car? Вы заинтересованы в владении машиной? Предлог at. I'm not very good at learning languages. Я не очень большой специалист в изучении языков. У меня не очень хорошо получается, мне кажется, эту связку I'm not very good at. Эту связку лучше переводить. У меня не очень хорошо получается, что изучение языков. Learning languages. По-русски мы говорим изучение. Мы используем с вами существительное изучение. В английском языке мы используем герундий, глагол с окончанием "-нь", который используется в значении существительного. Связка be good at, она используется всегда в вот таком варианте. И переводится она как быть хорошим в чём-либо. То есть, когда у вас что-либо хорошо получается. Запоминайте эту связку, так же, как и связку be interested in, быть заинтересованным в чём-либо. You must be fed up with studying. Сью, наверное, уже присытилась по горло учёбой. Связка be fed up, присытиться чем-либо, когда вам уже больше не хочется этого, используется с предлогом with, be fed up, with, with what. Дальше даём герундий. Чем вы присытились? Учёбой, studying, глагол с окончанием "-нь". What are the advantages of having a car? В чём преимущество владения автомобилем? The advantages of. Преимущество чего? Эта связка всегда используется с предлогом of. Если дальше нам нужно поставить по смыслу действия глагол, или по-русски можем ориентироваться на такое понятие, как отглагольное существительное, то есть, которое образовано от глагола. Не знаю, ближе ничего не могу вам подобрать по правилам. В общем, если дальше что-то связанное с действиями, то мы используем герундий. What are the advantages of having a car, of living in a big city, of having a rest by the sea? Да, всё что угодно. Следующая полезная связка. Thanks very much for inviting me to your party. Спасибо большое за что? За приглашение меня на вечеринку. Thank you very much for. Эта связка неизменна. Мы используем предлог for. После него мы обязаны ставить герундий. Есть ли у нас действия? Thanks for inviting. Спасибо за приглашение. В русском мы используем существительное приглашение. В английском нам нужен глагол с окончанием in. Но, в общем-то, в этой ситуации, друзья, мы можем сказать Thank you very much for invitation. Спасибо за приглашение. Да, можем подобрать подходящее существительное, но в английском не всегда, далеко не всегда у нас есть нужное существительное. после какой-то из этих связок. Иногда очень удобно пользоваться формой герундия. How about meeting for lunch tomorrow? Как насчёт встретиться за ланчем завтра? Ну, вот тут в этой ситуации чётко мы в русской конструкции используем глагол meeting в английском языке. Как насчёт how about? Дальше мы выражаем предложение. Предложение какого-то действия, друзья мои. И тут по логике по-другому эту фразу не построишь. Действия даем через окончание in. How about meeting? Как насчёт встретиться? Или как насчёт встречи? Да, то есть второй вариант. Вообще, друзья мои, герундии в английском языке, если мы будем переводить на русский, то он переводится обычно двумя вариантами. Либо глаголом в начальной форме, либо существительное, в корне слова которого есть нужный нам глагол. Поэтому здесь, чем больше примеров вы запомните и переведёте их на русский, тем лучше вы, конечно же, запомните данные связки, данные типы построения и предложения. Но учите их, конечно. Друзья мои, вот эту схему я вам рекомендую, конечно, выучить, причём составить побольше своих примеров, потому что все вот эти выражения, они, конечно, в ходу, они очень-очень часто употребляются. В отличие, например, от предыдущего, где мы говорили с вами о вежливости, о фразах, которые не очень часто употребляются, все эти фразы употребляются часто. Why don't you go out instead of sitting at home all the time? Почему бы тебе не пойти погулять, вместо того, чтобы сидеть дома всё время? Instead of – предлог, два предлога даже, да, вместо того, чтобы на русском языке у нас целых три предлога, получается, да, после которых мы, если говорим о действии, мы даём его через окончание in – sitting. Instead of sitting, instead of doing. Ещё одна связка предлогов. Carol went to work in spite of feeling ill. Carol пошла на работу, несмотря на то, что чувствовала себя хорошо. In spite of – три предлога, которые переводятся фразой несмотря на то, что вот таким вот длиннющим оборотом на русском языке, после предлога in spite of глагол, который мы даём по смыслу, обязательно стоит с окончанием in. Выучите ещё раз вам, повторюсь, эту таблицу, и давайте ещё посмотрим, что мы с вами выучим в этом юните. Мы можем использовать такую вот фразу instead of somebody doing something или fed up with people doing something. То есть мы можем сюда ещё вставить автородействия дополнительно. Например, I'm fed up with people telling me what to do. Я устала от людей, говорящих мне, что делать. Или я устала от людей, которые говорят мне, что делать. То есть вот здесь, да, можно вставить ещё кого-то там, который заставляет нас делать что-то. Ну, я думаю, с практикой, чем больше вам таких выражений встретится, теперь вы о них знаете, будете на них обращать внимание. И дальше, конечно же, вы примете многие из этих выражений, я уверена, примете их в свой активный английский лексикон. Теперь поговорим ещё о некоторых предлогах, которые требуют герундия. То есть глагола saying, например, такой предлог как before и after. Before – перед тем как, after – после того как. Например, Before going out, I found Sarah. Перед тем, как выйти, я позвонила Саре. То есть перед тем, как. Это всё переводится словом before. Дальше идёт герунди. Нельзя говорить before to go out. Обязательно before going. Второй пример. What did you do after leaving school? Что ты сделала после того, как оставила в школу? Предлог before – переводим двумя словами, перед тем как, а нет, тремя словами. Предлог after – переводим после того как. После того как. Тоже тремя словами. Ага, вот так вот всё просто. Видите, английский язык, он более лаконичный, друзья мои, и иногда там, где в русском языке стоит 3, 4, даже 5 слов, мы можем в английском обойтись всего лишь одним. Самое главное, не забудьте после предлогов before и after, если идёт глагол, он идёт с окончанием in. В принципе, можем и не использовать in, можем, вот вам тут подсказочка, можем использовать глагол в прошлом, past, но тогда мы ещё должны указать автора действия. Например, Перед тем, как я вышел, я позвонил Саре, говорит человек. Он мог сказать То есть, это более развернутый вариант. Или, например, Что ты делала после того, как закончила школу? Можем сказать Мне кажется, с Герундем вариант более удобный и более лаконичный. Ну, если хотите, можете использовать с указанием авторства действия и действие дальше важно в прошлом времени, в past simple. Предлог by тоже требует герундия, но в тех случаях, когда мы говорим, как что-то происходит. Например, The burglars got into the house by breaking a window and climbing up. Грабители ворвались в дом с помощью чего? Разбив окно и забравшись внутрь. В русском языке мы используем депричастный оборот или просто причастный. Честно говоря, я не специалист русской грамматики в плане терминов. Ворвавшись, забравшись, это, видите, какой-то вид причастных оборотов. Употребляются они, честно говоря, очень редко эти обороты в русском языке, да, они больше подходят для письменной речи или для каких-то официальных новостей. В английском языке в этом случае используем предлог by. Ещё один пример. You can improve your English by reading more. Ты можешь улучшить английский, что делая, читая больше. By reading more. She made herself ill by not eating properly. Она стала больной, кушая неправильно. То есть, не кушая правильно. Тут более правильный перевод, да? Что с ней случилось? Она заболела, делая что? By not eating properly. Не кушая правильно. Many accidents are caused by people driving too fast. Много аварий происходит благодаря чему? Благодаря людям, не ездящим быстро. В результате чего? В результате того, что люди ездят быстро. By people driving too fast. Вот эти ситуации, друзья, запомните, здесь дословно предлог by, как видите, не переводится. В русском языке совсем другая конструкция. Используется причастный оборот. В английском языке используется предлог by и глагол с окончанием in. Запомните эти случаи. Они действительно часто употребляются. И часто очень удобно сказать именно так. Теперь, если вы хотите сказать наоборот, без чего у вас что-то делается, используем предлог without и дальше герундий. Сейчас посмотрите, например, как это работает. Тоже очень удобная конструкция. Советую вам её внести в свой активный английский словарь. We ran 10 kilometers without stopping. Мы пробежали 10 километров, не останавливаясь. Дословно, без того, чтобы остановиться. Вот это without переводится на русский дословно без того, чтобы. А дальше даём действие. It was a stupid thing to say. I said it without thinking. Это было очень глупо так говорить. Я сказала, не подумав. Дословно, без того, чтобы подумать. На русский просто не. Не подумав. Не и герундий. Without thinking. She needs to work without people disturbing her. Ей нужно работать без того, чтобы люди её отвлекали. Вот здесь просто обычным не мы не обойдёмся. Ей нужно работать в каких условиях? Без того, чтобы. Огромная связка. Без того, чтобы. Три слова. Люди что делали? Отвлекали её. Without people disturbing her. Можем здесь, кстати, использовать пассивный залог. She needs to work without being disturbed. Ей нужно работать, не будучи отвлекаемой. не отвлекаясь. Ну, вот видите, как английский язык и русский здесь весьма большие отличия по грамматике имеют, друзья мои, но это стоит запомнить. Последний пример. I have enough problems of my own without having to worry about yours. У меня и своих проблем хватает без того, чтобы волноваться о твоих. То есть, ещё и твоих мне не хватает. Without having to worry. Have to worry связка волноваться. Without having to worry. Без того, чтобы волноваться о твоих проблемах. То есть, without переводим либо как просто не, либо как связка без того, чтобы это делать. Друзья мои, пункт C, о котором я чуть было не забыла. Мы ещё поговорим об очень часто используемой связке, которая звучит как look forward to doing something. Эта связка переводится как с нетерпением жду того, чтобы сделать это. Мы с вами уже знаем, что очень часто после частицы to в английском языке используется обычный инфинитив. То есть, глагол, как он есть в словаре. To do, to see и так далее. Например, we decided to go out. Мы решили пойти прогуляться. Would you like to meet for lunch tomorrow? Хочешь встретиться завтра за ланчем? Like to meet. Decided после нее инфинитив. Но бывают у нас, как всегда в английском языке, некоторые особые случаи. To может также являться и предлогом, а не только частицей. Предлог, как, например, in, for, about, from. Вот те предлоги, о которых мы с вами говорили. Это уже второй случай использования to. We drove from London to Edinburgh. Мы ехали из Лондона в Эдинбург. I prefer tea to coffee. Я предпочитаю чай, кофе. Are you looking forward to the weekend? Ты ждешь с нетерпением уикенда? Здесь, в этом случае, видите, to является уже предлогом. Друзья мои, у меня есть подробный урок об английских предлогах, о том, как они соотносятся с русскими падежами. Зайдите, пожалуйста, в раздел важные уроки по английскому языку, найдите там урок, который называется падежи в английском языке, узнаете много чего интересного. Но, также мы с вами в этом unity узнали, что очень часто или практически всегда, когда после предлогов у нас идет глагол, то этот глагол будет с окончанием in, как в пункте a и b, о которых мы с вами уже говорили. Этот глагол с окончанием in называется герундий. Например, in doing about meeting without stopping. Так вот, когда to является предлогом, наконец-то подошли к сути пункта c, где мы с вами вообще в целом повторили, что же такое частица to, когда она бывает предлогом. Кстати, очень полезный кусок информации. Я считаю, вам еще раз нужно переслушать пункт c и подвести для себя итог по поводу частицы to, о которой мы с вами очень-очень много говорим уже на протяжении я даже не знаю десяти, шести, сколько юнитов мы с вами разбираем герундий. В общем, долго. Так вот, друзья мои, когда to является предлогом, как, например, in, for, about, то глагол после нее идущий мы даем с окончанием in, то есть используем герундий. I prefer driving to traveling by train. Я предпочитаю ехать на машине, чем путешествовать на поезде. Мы не говорим I prefer driving to travel. Только in traveling. Are you looking forward to going on holiday? Ты ждешь с нетерпением поездки на каникулы? Нельзя говорить looking forward to go on holiday. Запомните фразу look forward, looking forward, которая переводится как не смотреть вперед, а ждать с нетерпением впереди идущих событий в таком переносном значении. Если вы ждете чего-то очень сильно говорить об этом так. Я жду с нетерпением, чтобы сделать это. Очень часто этой фразой заканчивают в английском языке письма, письма деловые, письма вежливости, неважно какие. Почти всегда письма в английском языке подписывают фразой I'm looking forward to meeting you soon или I'm looking forward to hearing from you soon. Жду с нетерпением нашей встречи или жду с нетерпением информации от вас. Поэтому, если вы не знаете, как красиво закончить письмо на английском языке, дайте фразу I'm looking forward to meeting you soon. Жду с нетерпением встречи с вами. Ну, вместо meeting можете поставить любое другое действие, которого вы ждете с нетерпением от человека. Друзья мои, мы с вами выучили много всего, мы поговорили о том, что после предлогов очень часто в английском идет герундия, разобрали с вами популярные выражения, в которых всегда используются герундии, поговорили с вами о частице to, о том, когда она бывает не частицей, а предлогом и о том, что если to является предлогом, после него я вам очень советую использовать герундию, чтобы быть грамотным человеком. Жмите кнопочку «Мне нравится» под видео, добавляйте урок в избранное, делайте репост уроков в соцсетях, чтобы те, кому материал был нужен, могли его найти, материалы абсолютно бесплатные. Подписывайтесь на мой канал, на канал под названием OK English, меня зовут Елена «Вогни», в интернете, по моему логину, вы сможете найти канал, если вы его потеряете. Я буду добавлять регулярно новые уроки и полностью, абсолютно, разбор всей грамматики «Синемёрфи» вскоре появится на моём канале. Поэтому подписывайтесь, друзья, чтобы не потерять, потому что такие случаи уже были. Недавно мне одна моя подписчица написала, как я рада, что я нашла ваш канал, я его потеряла. Представляете, друзья мои, вот чтобы не терять полезную информацию, её нужно, конечно же, сохранять где-то, чтобы вы её могли легко найти. Поэтому подписывайтесь на мой канал, отписаться вы всегда успеете, если вам что-то не понравится, а потом будет жалко, если вы что-то важное, нужное потеряете в своей жизни. Немножечко маленького втопа и до встречи с вами в следующих уроках, друзья мои. Goodbye!